Лолита зашлась от невиданной наглости и подлости знаменитой подруги. Певица обозвала бывшую товарку конченной. Скандал случился грандиозный. Многие хиты Лолиты Милявской были написаны или спродюсированы Еленой Киппер. Ориентация, Север, Прощай, Оружие, Я Свободный Минус эти песни знает и любит вся страна. Казалось, певица и композитор, не разлей вода. Но между ними пробежала кошка. Дело, конечно, в деньгах. Дело в том, что артистка не так давно передала управление над некоторыми своими песнями, в том числе и Ориентация, Север и на Титанике, в распоряжение Киппер, заключив с ней договор. Однако оговоренной суммой авторских отчислений, а именно 6 миллионов рублей, Лолита так и не досчиталась. Дура я, что не прочла договор. Предупреждаю всех, и коллег тоже, ребят, читать все так и надо. И посмотрите на идиотку, которая через 3 года, опомнившись, поняла, что она не получает денег. Пойду в суд. Я за 3 года получила 1,5 миллиона рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы требуем вернуть 6 миллионов рублей, минус заявила певица. Артистка обвинила бывшего сопродюсера в мошенничестве и намерена добиваться правды. Скандал случился грандиозный, а Лолита еще добавила масла в огонь, написав в соцсетях, что более наглого существа я в жизни не видела. Но адвокат Елены Киппер потребовал удалить из соцсети это оскорбительное высказывание. Боже мой! Как я могла так сказать об этой талантливой, гениальной женщине? Минус зашлась Лолита от невиданной наглости и подлости знаменитой подруги. Конечно, это не наглое существо, это оконченное. Ну а дальше разберется суд. Спасибо за просмотры, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.